Продолжение следует... Продолжение следует... Публикуют, как ни странно, некоторые сообщения, уведомления, события или еще как-нибудь его назовите, неважно. В эфир, так сказать, широковещательный. И все подписчики получают это сообщение, каждый по одному экземпляру. Собственно говоря, это основы. Это может использоваться на разных платформах. И, в общем, не буду я в это углубляться. Все написано в Википедии, ссылку оставлю, почитайте, поехали дальше. Итак, какие задачи на сегодня я ставлю? Первая задача. Создать уведомления для микросервисов Warhouse и Configuration о том, что новый пользователь зарегистрирован в системе на сервисе Organization. То есть у меня будет три сервиса Organization, в котором будут храниться пользователи, да, пользователи. И Warhouse и Configuration, которые как бы второстепенные, но они тоже должны знать, что пользователь новый зарегистрирован в системе. Я хочу, чтобы передавались данные, фамилия, имя и идентификатор на эти сервисы Warhouse, соответственно, и Configuration. И хочу, чтобы это все работало на MasterNZ, то есть через MessageQueue, то есть через RevitMQ, то есть через очередь сообщений. При этом использовать паттерн Saga я не буду, ну, чтобы упростить реализацию, потому что, чтобы упростить на самом деле. Смотрите, первое, что мы будем делать, это создадим все три микросервиса. Я их буду создавать на базе Nimble Framework, ссылка в описании. И, в общем-то, давайте приступим. Как говорится, добро пожаловать на мой рабочий стол. И давайте для начала создадим первый проект, который называется Organization. Organization. Я буду создавать его с использованием Identity сервера. Хотя, в принципе, по большому счету это не важно, но я уже просто так привык. Итак, создаем новый проект, называем его Organization. Ну, пусть будет API. Я приготовил папку MasterNZ, Pubs, Sub. И туда сейчас положим новый проект. Первым делом я рекомендую, настоятельно рекомендую обновлять все Nougat пакеты. Для всех приложений, то есть для Солюшена. И нужно выделить все, нажать Update, получить ошибку. Да, эта ошибка возвращается. В общем, суть в том, что вот эти вот пакеты, или некоторые из них, так или иначе, ссылаются на Microsoft-овские. Поэтому я рекомендую обновлять Microsoft-овские. Ну, или те, с которыми вы чаще всего, которые основные, используете. Вот видите, ошибки нет. Вот. А потом, собственно говоря, все остальные пакеты, это как бы упростит вашу жизнь. Так, отлично. Смотрим, что здесь. Я буду создавать те же самые проекты Warhouse и Configuration по такому же принципу. Просто я не хочу, чтобы вы тратите ваше время, пока я буду обновлять пакеты. Но я все равно это сделаю. Просто имейте в виду. То есть, обновляем оставшиеся. Да, что-то тут еще у нас. Отлично. Все пакеты обновились. Больше, насколько я понимаю, обновлений нет. Отлично. Этот готов. Создаем новый. Теперь это будет Configuration сервис. Я его буду делать на базе Nimble фреймворка, который без Identity сервера. Теперь он будет называться Configuration API. И будет лежать в той же папке, но это опять же для удобства. Итак, для проекта Configuration API я тоже обновил, собственно говоря, все пакеты. У меня теперь нет обновлений. И теперь можно создавать третий проект. А этот можно свернуть. Создадим следующий. Он также будет на базе темплейта, то есть без Identity сервер. И я также обновлю все на Git пакеты, а потом позову вас снова на мой рабочий стол. Ну и как вы видите, вархаусы API я тоже обновил. У меня больше обновлений нет. Теперь у нас все три проекта созданы. Вот они, собственно говоря. Обновлений больше нигде нет. Это меня радует. Ну и в общем надо двигаться дальше. Следующая по плану у нас настройка подключения к BD. Так, зачем я это делаю? Ну, смотрите, у меня в шаблоне используются транзакции. А если использовать InMemory режим для Antity Network, то транзакции выдадут ошибку. Поэтому не смогу вам полноценно показать. Теоретически не требуется подключение к базе данных. Но я это тоже буду... Ну, я это сделаю, чтобы и вам показать, как это сделать. Ну и, собственно говоря, чтобы удостовериться, что это попадает в базу данных. Итак, поехали. Итак, для начала разберемся с проектом, который называется Organization. Я сверну лишнее и посмотрим, что у нас здесь есть. В Properties есть Launch Settings, который говорит о том, на каком адресе будет стартовать. Меня это устраивает. Дальше. В Application Development. Здесь есть SQL Server. Я укажу свой Local Host. Database я скажу, пусть будет Organization. Ну, DB. Не, не SB, а DB. Так, юзернейм у меня используется SA. А пароль... Ну, если говорить честно, я его никогда не помню. Но у меня здесь есть специальная напоминайка. Напоминайка. Вот он, пароль. Ctrl-V. И, таким образом, у меня это почти все настроено. За исключением того, что мне нужно удалить InMemory. Вот он. Я этот пакет удаляю. SQL Server у меня здесь уже установлен. Сейчас у меня будет две ошибки. Да. Здесь у нас Core используется. Бог с ним. Удалим. И второй. Вот. Ну, это что-то в шаблоне. Ну, это не важно. Это мелочи жизни. Так. И вот здесь InMemory режим я удалил. Раскомментировал, где у меня use SQL Server. И еще мне нужно в Database Identity. Ой. InMetalizer тоже раскомментировать Migrate. Хотя, кстати, наверняка уже async. Да, вот async. И здесь нужно await. Ну, в общем, за шаблонами надо следить. В следующей версии я наверняка это все поправлю. Итак, сейчас мне строка подключения настроена. Теперь мне нужно создать миграции. Для того, чтобы была создана база данных. Итак, мне нужно выбрать сначала Data. А потом Add Migration и Initial. Вот у меня создалась миграция. Теперь мне нужно нажать Update Database. И будет создана таблица. В общем, теперь я тоже самое должен проделать для остальных проектов. Но я вам хочу показать одну хитрую хитрость. Я думаю, что вы ее оцените. Смотрите, у меня есть Identity. У меня есть App Settings Development JSON. Я его просто скопирую в одном проекте. А, нет, наоборот. Я его скопирую вот в этом проекте. Ctrl-C. И теперь переключусь в другой. Это мой Configuration. Нажму Ctrl-V. Как вы видите, между студиями теперь все отлично работает и копируется. Но единственное, что его нужно закрыть и заново открыть, чтобы здесь были изменения. Я здесь теперь просто напишу Configuration. ConfigurationDB. Паспорт у меня будет тот же самый. И, соответственно, здесь я сделаю то же самое. Ctrl-V. Да, перезаписать. И здесь только поставлю другую базу данных, которая будет называться Warhouse. Warhouse.db. Ну и дальше мне нужно сделать с Nugget пакетами то же самое. Дабл-клик на проекте. Мы видим InMemory. Где-то тут. Вот InMemory. Я хочу написать SQL к серверу. Нажать сохранить. И здесь во втором проекте я сделаю то же самое. Ну, можно удалить пакет, а можно просто название поменять. SQL Server ES. И теперь, соответственно, у меня появилась одна ошибка. Где уже InMemory не используется. Я сделаю то же самое, как и в прошлый раз. И в Initializer сделаю то же самое. Да. Sync. Wait. И, собственно говоря, опять же, приделываю те же самые операции. Выберу Database. Дата. Здесь напишу Interimigration Initial. Теперь мне нужно тем более, как датабейс. Отлично. База данных тоже создалась. И, соответственно, для последнего, который называется Warhouse, я тоже проделываю абсолютно те же самые операции. Отлично. Здесь база данных тоже создалась. И единственное, что мне осталось теперь в этом проекте, это проверить стартап, ну, вернее, Launch Settings. Потому что у меня один проект на шаблоне Module уже использует непосредственно адрес 200001. Да, вот. А второй уже не стартанет. А мне их нужно будет запускать оба вместе. Поэтому я здесь напишу 200002. И теоретически у меня готовы проекты для того, чтобы быть запущенными. Давайте проверим, что они работают. Я стартану все три. Мы должны увидеть три микросервиса в работающем одновременно. Итак, вот он первый на 100001. Это Vida Identity Server. Второй и на 2000. В общем, здесь у нас как бы тоже все готово. Восстанавливаем сервисы. Ну, и еще маленькое замечание. Смотрите, когда сервисы были запущены, трудно было понять, кто из них кто. Поэтому я вот сделаю в AppData. Есть у меня название микросервиса. Вот. Я здесь напишу Organization. Соответственно, во втором AppData я напишу не модуль, а это будет Configuration. И, соответственно, как вы понимаете, в третьем здесь у меня будет Warhouse. Теперь, когда сервисы стартанут, будет прямо в консольном приложении надпись о том, что это за сервис. В следующем у нас создание сборки контрактов. Давайте ее создавать. Нужно, наверное, объяснить, для чего это делается. Ну, смотрите, я в одном из видео говорил, что для того, чтобы MassTransit работал через RabbitMQ и отправлял уведомления с одного сервера на другой, ну, будем говорить не уведомления, а, наверное, сообщения, да, месседжи какие-то, то нужно, чтобы эти месседжи имели одинаковый namespace. В противном случае RabbitMQ будет говорить, что этот месседж не соответствует месседжу. Ну, и, в общем-то, тогда одно отправленное из одного как бы не попадет в другое. Существует возможность настройки этого сообщения между сервисами через RabbitMQ по другим стандартам и паттернам, то есть, чтобы не нужно было делать. Но я предпочитаю делать, чтобы это были одни и те же пакеты. То есть, был стоп-пакет, и это был один и тот же класс. Давайте создадим такую сборку. Я ее назову, соответственно, колобонгой. Ну, пусть она называется Contracts. И для того, чтобы эта сборка стала Nuget пакетом, нужно, соответственно, ее немножечко настроить. Я удалю лишний класс, нажму Alt-Enter и настрою. Вернее, включу галочку, да, грубо говоря, что это теперь у меня сборка. Я поставлю ее в релиз. Нажму сохранить. А, нет, еще мне нужно, чтобы при сборке мне нужно, чтобы этот output складывался в определенную папку. В какую? Давайте покажу. Смотрите, у меня есть Organization. У меня здесь вот есть Nuget пакеты и есть настройка этих Nuget пакетов. Обратите внимание, что у меня есть папка колобонга на диске D, колобонга Nuget Package, которая, собственно говоря, тоже может быть хранилищем, как и Nuget Org, определенных там сборок. И теперь точно такой же я пропишу сюда путь, чтобы при билде у меня сразу же пакет складывался в то место. И, соответственно, все сервисы будут уже видеть эту сборку, и я смогу ее нормально установить. То есть, вот, видите, везде поставлена колобонга вот этот вот Nuget папка. Об этом ничего хитрого нету. Это как бы стандартная реализация. Давайте я нажму Build. Вот у меня пустой пакет. Называется он у меня колобоноконтракт. Я открываю, например, Organization. Давайте я нажму кнопку. Ну, допустим, так, свернуть. И здесь нажму установить. Где он? Manage Packages. Если я выберу теперь здесь колобонга, Брос. Ну, вот тот самый пакет. Вот он у меня появился. В общем, ничего сложного. Все как обычно. Ну, а мне кажется, что это очень удобное решение. Собственно, грамм на этапе разработки каждый раз. Ну, в общем, все. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Так, дальше у нас по ходу настройка RabbitMQ. Давайте его настроим. Итак, смотрите, у меня есть Docker. В Docker есть RabbitMQ. И я могу к нему так зайти. Давайте это закроем. В общем, у меня здесь есть пользователь. У него есть пароль. И есть у меня дефолтный, так сказать, virtual host. Вот он, дефолтный. И я хочу создать еще один virtual host. Собственно говоря, хочу напомнить, что это всего лишь некое подобие песочницы. То есть, virtual host между собой не пересекаются. И этим удобно. На virtual host назначаются пользователи. В общем, этим удобно как бы рулить доступ пользователей к системе. И здесь я напишу masstransit popsup. Смотрите-ка. Я уже, видимо, писал где-то. И, в общем-то, на этом настройка RabbitMQ как бы закончена. Давайте посмотрим, что у нас дальше. О, дальше у нас будет установка нугет-пакетов masstransit. А как вы видите, их четыре. И мне их придется установить собственно во все микросервисы. Итак, давайте начнем с самого первого. Я выбираю Organization API. Нажимаю Ctrl-V. Нажимаю сохранить. Visual Studio пошла обновлять пакеты. Открываем Configuration. Double click. Я делаю то же самое. Не важно куда они вставляются на самом деле. И открываем Warhouse. и туда тоже вставляем нужные пакеты. Так, что-то я сделал неправильно. Видимо, вставил не туда. Да, конечно же, не туда. В общем, нужно вот это опустить вот сюда и Ctrl-V. И сохранить. Все, теперь у меня в каждом соответственно сервисе есть нужные мне нугит пакеты. Итак, пакеты установлены. Кстати, имейте в виду, что версии, естественно, будут в будущем обновляться и увеличиваться. И, в общем, на следующем шаге мы должны подключить наши микросервисы собственно говоря к RabbitMQ. Давайте сделаем это. Итак, коллеги, что дальше? Смотрите, у меня есть три микросервиса, которые с одинаковым именем пользователя в одинаково равный для всех сервисов Virtual Host подключается на один и тот же RabbitMQ сервер. И для того, чтобы облегчить себе задачу, я создал configuration. Давайте прямо вот так вот создам файл этот прямо даже вот здесь Shift-F2 C Sharp и теперь заменю вот это вот содержимое вот в этом файле. Так, нужно применить namespace, мне нужен Microsoft Configuration, лишний я уберу и теперь мне нужно его соответственно задействовать в системе. я вот так вот скопирую, а здесь напишу mass transit. Ну, еще он требует configuration, давайте добавим сюда configuration. Итак, что здесь происходит? сервис конфигурируется следующим образом. В сервисе, ой, в настройках hub settings. надо добавить сюда секцию, и эта секция тоже здесь есть. Я ссылку на GIST оставлю внизу в комментариях. Происходит, собственно говоря, подключение к rabbit.ucu, секция mass transit, url, host, ищица, имя пользователя, и мне нужно их, собственно говоря, задать. localhost у меня совпадает, virtualhost называется, ну, давайте вспомним, как он называется, для этого нужно зайти на rabbit, и где-то тут есть вот host, так, как его скопировать по-быстрому, нужно скопировать вот так, просто, чтобы не промахнуться. Итак, virtualhost у меня mass transit pubsup, имя пользователя у меня опять я возьму из своего секретного файла rabbit.user пароль я возьму отсюда и нажму сохранить. Итак, смотрите, начало из app settings собираются все настройки и дальше делаем следующее. Так как у нас все nuget пакеты уже установлены, пишем addmaster transit и настраиваем factory здесь подключение устанавливаем через createbus указываем url virtualhost настраиваем пользователей пароль настраиваем конфигурацию endpoints чтобы они были kebab case endpoint name formator kebab или snake смотрите можете сами решать себе как вам удобно я использую json сериализацию ну и заодно подключил еще use health и самое главное сделать еще mass transit hosted service чтобы это все работало в background то есть вот этот вот вот этот вот конфигурацию мне нужно проделать на каждом сервисе таким образом все сервисы при старте смогут подключиться подключить канал соединения с rabbitmq теперь нужно проверить что соединение с сервисами устанавливается с нашим rabbitmq для этого нужно запустить 1 запустить 2 и запустить 3 так что-то у нас не стартануло а у меня стоит объект не тот стартовый project ок раз два пока не нужно вот смотрите первый второй сейчас третий стартанет да вот он поднимается и первый второй третий стартанули и вот они все три подключения то есть сервисы теперь не только стартанули подключены непосредственно к rabbitmq надо сказать что каналов у нас три вот они все у нас кью пока ни одной нету эксченжи ни одной нету мы смотрим только на масс транзит в общем все что и требовалось теперь у нас дальше давайте закроем это все и сделаем следующий итак подключение мы закончили сервисы подключены дальше собственно нам нужно как раз настроить взаимодействие между сервисами то есть мы должны создать контракт который будем передавать между ними и собственно настроить получателей и передатчик ну вы мне можете конечно не поверить но именно сейчас и начинается реальная программирование итак так как у меня контракты будут лежать в отдельной сборке которая называется club nga.contracts я здесь и создам этот файл этот класс который называется application user created вот так вот application user created итак насколько вы помните у нас есть задача определенные свойства передавать и это application user и свойства first name last name и еще идентификатор я сюда добавлю идентификатор property with with good id identifier в общем-то как вы понимаете контракт готов хотя кстати разработчик который сделал mass transit рекомендует использовать интерфейсы ну можно давайте сделаем еще интерфейс нам в принципе не важно даже не так я сделаю по-хитрому я сделаю вот так вот extract interface и скажу чтобы он отдал туда все свойства вот это не хорошо не плохо это по-другому поэтому собственно можно использовать и классы и интерфейсы но я их создам два пусть будут на самом деле я просто покажу как их можно будет использовать теперь мне нужно изменить мне теперь нужно отбилдить так сказать проект и установить эту сборку во все сервисы давайте закроем лишнее вот она install теперь нужно в следующем сделать то же самое брос install и в последнем сервисе тоже выберем колобонга папку и install ну этот шаг закончен давайте перейдем к следующему а следующее у нас создание регистрация подписчиков ну в общем здесь уже сейчас будет интереснее давайте сделаем это итак первое что нужно сделать это создать сам класс подписчика для этого я в папке которую назову масс транзит ну достаточно создам файл который называется application user где моя папка application user consumer application user created consumer нет лучше букву о написать маленькую и я унаследую его от i consumer и здесь нужно поставить i application user consumer вот i application user created это event ну в общем-то разработчик масс-транзита рекомендует использовать интерфейсы но опять же говорю я не заметил большой разницы между интерфейсами и классами кроме того что в некотором месте где-то удобно дно где-то удобно другое но давайте пока поступим так ну и здесь давайте сделаем таким образом что у нас давайте ну во-первых сделаем return и скажем task completed и это к чему я не буду делать какие-то манипуляции в базе данных я здесь поставлю бряку и чтобы вы знали что это сработает ну а здесь можно можно пока ничего не делать пусть так и останется и собственно говоря примерно такой же консумер мне нужно создать в папке в смысле в проекте configuration так давайте здесь тоже все лишнее позакрываем и знаете я наверное тоже его скопирую control c и здесь control v так вот у меня транзита вот консумер только namespace нужно поменять но мало создать консумер надо еще и подключить этот консумер непосредственно то есть зарегистрировать его в самом рэбити для этого я в папке которая у нас называется masstransit в файле то есть которая называется masstransit делаем следующую штуку смотрите когда мы добавляем баз то мы можем в конфигурацию endpoint а нет регистр register а receive endpoint здесь у нас первым делом идет название очереди куда мы будем его подключать и в общем-то давайте переключимся в наши контракты создадим класс который назовем constants сделаем его статичным и пропишем сюда все названия чередей ну чтобы ну в общем чтобы не промахнуться опять же потому что обучительно больно бывает найти констанс я неправильно написал констанс да вот так вот ой давайте его переименуем вот и здесь я сделаю даже не паблик ну пусть будет паблик проб стринг и назовем кю давайте вот так вот нотификейшн кю нейм так вот это вот сотрем и скажем что у нас называется да вот так вот называется нотификейшн кюн нейм ну конечно же статик вот и раз у нас есть очередь это туда куда мы будем подключаться надо еще зарегистрировать парочку ну во первых нотификейшн кюн это у нас будет очередь для сервиса конфигурэйшн конфигурэйшн давайте сделаем такую же только для сервиса вар хаос ну и соответственно они естественно вар ха ха они должны отличаться давайте вот так вот сделаем отлично теперь у нас есть но название очередей и мне здесь нужно поменять версию пакета сделать build и можно обновить его в вархаусе например в первую очередь manage packages update хорошо и теперь у меня появилась возможность зарегистрировать этот консумер вот здесь итак мы пришли на вархаус по-моему мы начинали с конфигурэйшн да да с конфигурэйшн тогда здесь тоже придется обновить отлично и теперь смотрите вот здесь как раз я могу указать constants constants это вот контракты и здесь указать что у меня это у меня configuration значит я поставлю configuration а дальше мне нужно задать end point configuration ну я сделаю таким вот образом и скажу нет не так вот так вот consumer и здесь я могу указать application нет application user created consumer ну вот таким вот образом давайте я сделаю то же самое и для второго сервиса но там поставлю уже другую здесь у нас configuration давайте для вархауса сделаем то же самое зарегистрируем consumer здесь у нас уже будет название так здесь у нас контракты так это у нас вархаус ну в общем здесь у нас этот консумер есть в вархаусах здесь бряка стоит теперь давайте откроем configuration f12 здесь тоже поставим бряку но это пока не важно потому что мы должны сделать следующий шаг а следующий шаг у нас как раз публикация события давайте сделаем публикацию итак события у нас будет публиковать сервис который называется organization и это у нас происходит момент создания пользователя я сейчас покажу где это происходит вот аккаунт контроллер я бы хотел бы на секундочку установиться есть аккаунт 2 и аккаунт read-only 2 и read-only просто write-able 2 и write-able просто это просто реализация двумя способами первый аккаунт контроллер первый вариант реализации на базе контроллер base то есть здесь используется медиатор и в частности подход secure s в общем-то это vertical slice architecture то есть когда у вас вертикальное разбиение посмотрите одно из моих предыдущих видео в котором я описал что это такое или в nimble фреймворк и там тоже хорошо это мне кажется описано и аккаунт 2 реализует другой подход который максимально быстро может начать реализацию в зависимости от того что вам нужно и это у нас за это у нас отвечают две сборки которые вот колобонга sp.net core это с медиатором а unit work контроллер это с другой фигней то есть вы можете выбрать либо то либо другое удалить соответственно либо использовать и то и другое в разных контроллерах на свое смотрение что вам будет удобно ну давайте я буду использовать контроллер просто и у нас есть здесь а ну мне не придется ничего использовать потому что у нас есть метод регистра и здесь есть request context и этот request context делает аккаунт сервис регистра и здесь этот метод находится и вот здесь мы создаем пользователя и вот здесь мы его втыкаем в базу создаем профиль и если успешно завершение вот у нас commit кстати да надо поправить эти операции стали доступны в асинхронном варианте это я в следующей версии шаблона обязательно поправлю и так у нас вот происходит commit когда базу сохранилось все здесь сделаем немножечко вот такую штуку давайте я поставлю закладку здесь и добавлю сюда I Endpoint нет Publish Endpoint я неправильно пишу Publish Endpoint MassTransit это будет у нас Publish Endpoint в общем можно публиковать события несколькими вариантами на сайте MassTransit это все хорошо описано в зависимости от контекста где вам будет нужно использовать то что соответственно вам нужно и вот здесь я публикану событие которое будет говорить о том что успешно завершилось собственно говоря сохранение нового пользователя здесь конечно же должно быть и wait здесь соответственно i application user где-то тут был давайте application user а ну да здесь то сборка еще не обновлена поэтому здесь ничего нету давайте обновим сборку nugget packet да он здесь еще а нет он уже свежий я бы здесь вообще не установил или не попал или промахнулся либо одно из двух отлично видимо он уже установился и проверим да application user created ну и собственно говоря смотрите здесь вариант в чем к тому что интерфейс или классы я могу здесь написать анонимный метод и в общем мне нужно сюда отправить что мне нужно сюда отправить новый объект анонимный в котором написать user id мне нужно написать first name нет user first name и user last name соответственно ну вот такой подход на самом деле мне не очень нравится я сейчас я обычно использую не интерфейс а непосредственно сам класс и для этого мне нужно сделать вот таким вот образом то есть я создаю конкретный класс а здесь пишу что id равен то есть когда я начинаю заполнять мне как раз класс подсвечивает что я хочу и куда запихнуть что там first name нет нет first name равен user то есть я использую такой подход но опять же на ваше усмотрение использовать то что будет удобнее вам и теперь у меня получается выстрелиться событием так лишние закладки давайте уберем и когда вот эта штука сработает давайте я поставлю здесь бряку давайте запустим все сервисы теперь в режиме дебага и организейшн тоже ну во первых смотрите у нас пока еще ничего не подключилось вот сейчас они подключатся так это просто сервис это просто сервис а это видимо identity да это он нам просто сервисы не нужны а вот identity нам пригодится я сейчас авторизуюсь в этом сервисе а стоп мне не нужно здесь авторизоваться потому что я здесь буду регистрироваться так открываем register и смотрите во первых у нас есть уже каналы подключены во вторых у нас есть коннекшены как я уже показывал и самое смешное что у нас теперь появились очереди ну вот как вы видите iApplicationUserCreated в чем плюс вот этого самого масс транзита в том что он управляет очередями сам и это очень удобно в том смысле что вам даже не нужно этим рулить также появилось где-то тут вархаус конфигурейшн смотрите также появился то есть notification для вархауса notification для конфигурейшна и здесь у нас уже можно отправлять сообщения этим пользователям но это не самое главное самое главное что у нас есть контракт я пытаюсь найти где он показывает консумеров и что-то вот не могу их найти наверное я ну ладно бог с ним не важно давайте попробуем запустить события и перехватить их в двух консумерах на двух других сервисах давайте user1 создадим 0001 пусть будет такой пароль неважно я нажимаю execute первая бряка падает в организейшн вот он и сейчас у меня полетит сообщение в publish endpoint f5 смотрите упала первая бряка мы поймали consumer configuration npi то есть мы здесь получили не просто уведомление о том что у нас сюда все прилетело мы здесь получили message который является как раз тем самым нашим пользователем first name last name как вы видите я отпускаю бряку и смотрите пришла следующая бряка она пришла уже в warhouse и здесь собственно говоря как вы видите у нас пришел то же самое уведомление first name тот же самый e700 ef7917 в общем наши уведомления упали как собственно говоря предполагалось вот собственно говоря вот ради вот этих двух-трех минут которые в конце этого видео мы вот и создавали всю вот эту вот архитектуру в этом-то собственно говоря и сложность когда делаешь видео про микросервисную архитектуру и так у нас получилось что у нас получилось давайте нажмем stop и сделаем еще такой advanced ход то есть для продуманных разработчиков давайте я все установлю смотрите мы опубликовали события используя метод используя iPublish endpoint собственно говоря этот метод publish есть еще в consume контекст и в iBus в общем-то в разных местах ну и смотрите вот этим вот консумерами ими можно управлять и вот сейчас как раз я хочу это показать как это делается мы сейчас будем конфигурировать вот этот вот консумер создавая для него definition и так поехали смотрите я нахожусь в сервисе вархаус и у меня есть консумер и он абсолютно пустой в общем не несет никакой смысловой нагрузки и это проблема как только я захочу сделать какой-нибудь ну я не знаю например айлогер какой-нибудь сервис заинжектить ну пусть это будет аппликейшн консумер логер и просто захочу вот здесь вот в логер записать какие-то данные ну пусть будет там информейшн да ну вот так например ой так тоже ой success и смотрите у меня сейчас на самом деле как бы все хорошо но только не совсем здесь немножечко ломается ресивер endpoint и я не могу здесь указать потому что этот класс у меня теперь имеет конструктор что дальше это собственно говоря не проблема давайте покажу ну на конкретно вот этом примере ctrl c я могу сделать это вот таким вот способом у меня здесь есть бас и здесь есть консумер и я могу консумер добавить здесь то есть я также могу выбрать этот самый application консумер и здесь он уже отлично сработает без каких-либо проблем то есть вот сейчас эти реализации то есть вот это вот и вот это вот они идентичны то есть не важно что вы регистрируете для консумера endpoint или для endpoint это консумер нужно понимать что это будет работать одинаково правильно ну и самое смешное смотрите когда вы здесь указали receive endpoint и вот этот вот кью а здесь он не указан ну давайте я вам покажу что будет вы сейчас удивитесь но это тоже будет работать но совершенно даже особенным образом я сейчас найду где он используется этому же в сервисе configuration давайте давайте здесь тоже добавим какой-нибудь конструктор айлогер аппликейшн консумер креетед логер сделаем его вот таким образом и здесь сделаем логер лог информейшн ну пусть будет так же и в общем опять у меня здесь тоже все сломалось здесь у меня кью указывается я теперь его не могу использовать но зато теперь как и в предыдущем случае я смогу сделать это консумер и указать этот аппликейшн юзер аппликейшн юзер консумер сейчас это тоже будет работать но сейчас это будет работать не совсем так как вы наверняка ждете мне придется снова запустить все сервисы я уверяю вас это интересно у нас есть уже один с которым мы запускали я его оставлю остальные закрою поменяю здесь цифру потому что пользователи с одинаковым емейлом не пропускают в базу данных но у нас сейчас другая задача смотреть как это будет сейчас работать так у нас есть вархаус бряка есть отлично и у нас есть конфигурэйшн и бряка есть отлично смотрите я запускаю новое событие и отправляем event бац смотрите прилетел в конфигурэйшн файл ой в конфигурэйшн API я отпускаю бряку и тишина больше никаких событий нигде нету давайте создадим еще одного пользователя вспомните что мы получили в конфигурэйшн API запускаем еще раз и пуск и мы теперь прилетели в вархаус API я отпускаю бряку и больше никаких событий нет давайте контрольный в голову так сказать я отправляю еще регистрацию одного пользователя нажимаем execute и бряка падает снова в конфигурэйшн я отпускаю бряку и больше никуда не падает давайте запустим ох что-то не то открыл еще одного пользователя чтобы убедиться что сейчас будет снова вархаус мы получили оп ивент и посмотрите прилетел вархаус бряку отпускаем и все то есть когда у вас автоматически регистрируется консумер а сейчас он зарегистрировался автоматически я хочу показать где вот это автоматически регистрация очереди то есть очередь для когда мы указали отдельно для каждого вархауса или собственно говоря конфигурэйшн здесь мы указали явно и эти очереди отличались когда мы автоматически регистрируем без указания очереди то вот этот консумер на основании контракта регистрирует одно и то же событие, то есть одну и ту же очередь. Таким образом получается, что для одной очереди используется два консумера, что, собственно, говорит о том, что RabbitMQ начинает работать, например, как load balancer, то есть он распределяет нагрузки, каждый раз отправляя сервисы по очереди. Если бы у меня было пять сервисов, то каждое создание пользователя получало бы по одному ивенту. Вот это на самом деле интересно и этим можно очень управлять, то есть стремиться к тому, чтобы, например, или у вас балансер, либо, например, разные подписчики. Это, мне кажется, такой важный факт. Ну и, собственно говоря, теперь вопрос состоит в том, что как теперь задать вот здесь вот-вот, если здесь задать его нельзя. Ну, надо сказать, что совсем нельзя, так что-то у меня тут совсем все ярко горит, мне не нравится. Для того, чтобы вот этот вот консумер заработал, ну, давайте перейдем вот в этот вот консумер. Вот он, и мы находимся здесь. Я делаю таким образом. Я создаю паблик класс и называю его definition и наследует консумер definition. Нет, definition. И, соответственно, сюда попадает тот самый А, ну, control-V. И теперь этот definition может многое. В частности, можно заверайдить некоторые штуки. Ну, давайте для начала в конструкторе сделаем такую штуку. Я могу здесь переопределить некоторые методы, на самом деле, которые позволят мне управлять вот этим вот самым консумером, как он будет работать. Ну, во-первых, я могу здесь указать тот самый констракт. Ой, констант. Не могу написать слово. Вот, констант. И здесь у меня кто? Вархаус? Да, здесь вархаус. И, соответственно, во втором консумере, то есть во втором, я уже это могу не делать, потому что они будут отличаться. Но, тем не менее, я могу. И второй вариант, что я здесь могу override сделать настройки консумера. Что здесь у меня доступно? У меня здесь доступны, на самом деле, достаточно важные вещи. Endpoint, вот этот самый конфигуратор, имеет такое понятие, как, например, retry. То есть сколько раз запускать обработку. То есть я могу, интервал, например, intervals, я могу попытаться переполучить через, допустим, 100 миллисекунд, 500 миллисекунд и, запятая, допустим, через 1000 миллисекунд. Ну и, в общем, таким образом можно несколько вообще до неузнаваемости изменить вот этот вот самый консумер, который будет работать по тем правилам, которые нужны вам. Конечно же, эти все настройки я сейчас вам рассказать не смогу, но, тем не менее, вы, когда со знанием дела будете подходить к этому вопросу, вы уже их изучите и будете уже непосредственно использовать те, что вам нужно конкретно в вашей бизнес-логике, в вашем, собственно говоря, проектах. Ну, я не буду сейчас на этом останавливаться. Я просто сейчас создам такой же консумер, но уже для... Давайте я вот так вот сделаю. В новые проекты, ой, в смысле, в новый класс. Здесь скажу consumer definition control C. Переключусь, соответственно, в configuration. Здесь ставлю control V. и у этого консумера, да, поменяем namespace. Ну, consumer definition, да, все правильно. А здесь поменяем namespace. Да. И, соответственно, вот этот вот уже поставлю на configuration. То есть у меня теперь сообщения будут ходить так же. Но мало создать сам definition, надо еще и создать, то есть создать... Не получается и говорить, и писать, прошу прощения. Надо еще и зарегистрировать его, вот этот вот definition. Но это делается очень просто. Тут как бы на самом деле, если вот так вот посмотреть, есть и вот такая вот конфигурация, да, то есть через action регистрируется, ну, например, вот так. New action consumer control V. Нет. Я вот так сделаю. Action consumer definition. Ну, вот. А если, допустим, у вас... Так, что-то я потерял. Consumer definition configure. Так вот. Вот. Ну, то есть вот таким образом можно сделать. А можно просто написать type, собственно говоря, off и отправить сюда только вот такой вот объект. Теперь у меня consumer будет конфигурирован вот этим definition. И это самое я проделаю... Упс. Не попал. В сервисе конфигурации. Здесь у меня вот master and did. И я здесь ставлю то же самое. Ну, и как вы понимаете, когда я запущу это еще раз, все заработает по такому же принципу, как работало и раньше. То есть все консумеры получат по одному сообщению, вне зависимости от их количества. И так как у нас теперь работает логирование, по большому счету мне бряка не нужна. Я сейчас ставлю бряки, потому... Ой, я сейчас запускаю, а у меня остались уведомления в этом, собственно говоря, в RabbitMQ, и теперь я их просто получаю. Ну, надо понимать, что очереди скапливаются... О, уведомления, то есть сообщения скапливаются в очереди. Как только я запустил, вот они сейчас у меня поднялись и сервисы получили. Давайте проверим, что у нас очередь пустая. Да, вот у нас очередь пустая. Кстати, вот consumer. Вот, кстати, kebab case. Это когда через палочку, через defice. А snake case это когда через подчеркивание, но это не важно. Ладно. Давайте создадим нового пользователя. Пусть он будет пятый. И я запускаю. Это у нас пришел на вархаус. Это пришел на configuration. Ну, то есть, в общем, все работает так же, как и работало. И давайте проверим у нас. Вот так вот видно. Нет, не видно. Наверное... Наверное... Нет, давайте я попробую бряки убрать отсюда. Так, и отсюда вот тоже уберу. И чтобы более наглядно показать, как это работает. И отсюда уберу. И их сверну. И отправлю еще одного пользователя. Так, это configuration, organization, warehouse. И 7. Отправить. Вон, сработал organization. Ну, а здесь, к сожалению, ничего не показалось. Потому что я логер не натравил на консоль. Ну, ладно, неважно. В общем, что у нас дальше осталось? Ну, смотрите. Как я уже сказал, вот этот definition определяет поведение консумера. И в нем можно определить действия по умолчанию. Например, retry количество раз. Или там еще какие-то параметры. В общем, есть варианты реализации. Это в отдельной сборке. Например, в контракциях. Есть ли у вас, допустим, load balance. Или вы каким-то образом через интерфейс распараллелите получение названий для этого end point. Или в каждом сервисе конкретно можно хранить конкретную настройку для конкретного консумера. В принципе, и так, и так. Можно все опять же зависит от того, что вы пишете, какой код вам требуется. Надо понимать, что чем больше вы зальете в одну общую сборку, и тем больше вы сделаете связанность с сервисами. Опять же, связанность, она может быть разная. То есть, одно дело, если вы сделаете какой-то файл конфигурации, и у вас все консумеры будут ходить с одним количеством retry, то эта связанность, она как weak, да, weak reference, очень слабая связанность. То есть, вам не нужно будет каждый раз менять консумер или там сборку перекидывать на все сервисы, потому что это на самом деле глупо. Другое дело, если у вас какая-то изменяемая информация, из-за этого нужно будет менять сервисы, прокидывать во все остальные, это очень сильно и важно, на самом деле, для разработчиков, потому что вот эти вот чехарда с этими сборками, она все-таки может случиться. Поэтому настоятельно рекомендую не связывать сервисы, не лениться, а в каждом империментировать свою собственную реализацию. Ну, в пределах, опять же, разумных. А дальше у нас, к сожалению, все. Я вынужден с вами проститься. Всего доброго. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если видео вам показалось полезным, можете отправить благодарность. Как отправить в описании, есть ссылочка. Ну и, в общем, до новых встреч и всего доброго. Пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok